посмотрите видите какой трудоемкий процесс привет скажи привет и обалденно вкусный уже ароматно вы стоите такой прям запах ананасов вкусно друзья привет и намастэ всем привет вы снова на канале вкусная индия с вами ирина и амир а сегодня мы решили сделать кое-какие покупки и поэтому мы приехали на местный рынок который находится в южном деле он называется рынок мальвин агар сейчас мы пройдемся посмотрим что тут есть интересного давайте прогуляемся вместе друзья посмотрите в деле очень мало парковок на рынках вот здесь например тоже нет парковок и люди паркуются прямо посреди дороги то есть слева справа этого все парковочные места которые люди сами себе придумали поэтому из-за широкой большой дороги у нас появилась узенькая маленькая вот так вот у нас происходит в деле парковки тут вообще не предусмотрены а а вот у нас гости какие посмотрите в индии корова это священное животное вот и привет корова они вот едят где попало посмотрите какая худая но посмотрите этот рынок полностью открыт все магазины абсолютно здесь есть магазины с одеждой аптека даже уличные вот такие вот лавки все открыто абсолютно все друзья конечно кому как но деле достаточно красивый город посмотрите здесь очень высокие зеленые деревья но приятные такие маленькие рыночки местные но единственное что здесь очень много проводов если вот вы в небо посмотрите вместо такого чистого красивого неба здесь везде провода это единственная ну не единственная конечно очень большая проблема индии посмотрите это магазин сладости давайте посмотрим какие сладости тут продают друзья в этом магазине также делают прям при вас джели би джели би это такие сладости сейчас вам покажу посмотрите видите какой трудоемкий процесс мастер каждую штучку каждый джели би делает по отдельности и масло раскаленное уже это топленое масло после этого как они подрумянится он их будет переворачивать наверное и потом положит в сахарный сироп очень интересно да но джели би честно говоря вы можете приготовить и дома по тесту похоже как вот пережаренные такие оладушки когда вы делаете у вас штучки маленькие остаются хрустящие вот потом их в сахарном сиропе окунете и получится как диали би вон их он сколько делает посмотрите гигиены и здесь полностью гигиеничный процесс он делает в перчатках я его сейчас покажу в маске то есть прекрасно здесь ничего не нужно бояться в таких местах вы можете спокойно покупать сладости потому что они гигиенически чистые вот сейчас он их наверное перевернет подождет пока не подрумянится а вам не хочется их попробовать напишите в комментариях вам понравились индийские сладости какие бы вы хотели попробовать и какие из всех вы хотите научиться делать и тогда я посмотрю какую первую сладость я вам покажу рецепт и пошаговое приготовление вот кто говорит что индия не дружит с санитарными нормами вы далеко ошибаетесь не все места грязные и не все что делают при вас грязное и не гигиеничное вы можете спокойно есть в таких местах и не бояться за свое здоровье вот посмотрите они уже золотистыми стали уже такими вкусными на цвет почти готовы друзья посмотрите он уже вытаскивает джели пи перекладывает в сахарный сироп вон там он сахарный сироп и вот они готовые чили пи он их выкладывает на поднос чтобы лишняя жидкость тепла наши чили пи готовы очень вкусно вы уже спрашивали как готовить сладости мы обязательно покажем вот посмотрите здесь у нас есть шарики гулаб джему на основном в индии все сладости приготовлены из молока большинство из них вкусные во многих используются сухофрукты кокосы я например обожаю кокосовые сладости вот эти вот coconut barfi они очень вкусные и они делаются тоже просто наверное мы скоро с вами их приготовим а вот эти вот milk cake похоже по вкусу на наши риски тоже можно будет приготовить вот такие вот классические шарики ладу это вот все сладости очень вкусные ну конечно на вкус и цвет товарищей нет я не могу за всех отвечать ну и цены смотрите вот это за килограмм все цены указаны честно говоря наши конфеты наверное у нас покупать будет дешевле чем эти сладости потому что они очень тяжелые цены указаны везде за килограмм когда я приехала в индию в первый раз мне казалось что они все такие обалденно вкусные все было так интересно я их пробовала все но знаете вид обманчив на вкус они не такие как а вы ожидаете и в основном они все похожи ну вот молочные сладости похожи на вкус здесь даже есть вот такие вот в молочном сиропе это съедобная серебряная фольга здесь в индии очень любят украшать сладости индийские серебряной фольгой а вот эти вот шарики из сухофруктов и с сахарным сиропом но они вкусные и готовятся тоже очень просто ну вот видите цены какие 1200 1200 за килограмм вот этих вот шариков они с инжиром с различными орехами с медом вот а здесь уже идут идет так называемая баклава но это баклава не особо похоже на классическую турецкую она только называется баклава но вот посмотрите цены какие на баклаву 2000 до 1800 это все цены за килограмм указаны и вот это вот индийские снеки популярные все приготовлены во фритюре они как идут как печеньки как крекеры можно так сказать и они не сладкие они все соленые со всякими специями идут а вот это вот похоже на наши на наш чак-чак только не сладкий если в меде обвалять то будет похоже на чак-чак цены тоже невысокие 240 рупий за килограмм все очень вкусно ну что ой слюнки текут наверное да мы наверное возьмем вот эти вот чак-чаки не сладкие сейчас давай возьмем немножко в индии если вы знаете люди не особо здесь вот уже запакованы люди не особо любят пить чай со сладостями люди здесь вот пью чай с такими штучками которые не сладкие хрустящие они даже могут быть острыми вот друзья не спрашивайте почему мы набираем вес самим потому что от такого разнообразия сладостей и хрустяшек вы будете хотеть их есть и есть и каждый день нужно себя контролировать о друзья посмотрите здесь у нас продают различные хрустяшки по-другому их не могу назвать но вы можете купить такие же похожие уже в упаковках в супермаркетах а здесь они готовят и тут же продают вот смотрите разнообразные на вид в эти корзинки вы набираете себе то что нужно потом отдаете продавцу и он вам говорит сколько это все стоит вот здесь даже такие чипсы продают посмотрите а вот 70 рупий пакетик стоит этих чипсов да но это не из обычного картофеля и сладкого картофеля и так идем дальше друзья посмотрите что у нас здесь продают различные жареные мамосы тандур мамосы еще панир продают все выглядит очень вкусно аппетитно но вот в таких вот маленьких точках я вам не советую есть потому что это уже все приготовлено заранее и они потом только подогревают то же самое касается и шаурмы посмотрите если шаурма и мясо уже весь день или второй или третий день стоят и ждут вас то я вам не советую покупать фрукты продают вот папайя ягоды джамун называются очень кислые мне не нравится ну и так далее здесь вот очень много авторикш потому что сюда приезжают туристы и они здесь живут в этом районе вот так вот выглядит дорога посмотрите очень жарко мы же вспотели потому что на улице высокая влажность а вот любителям побрякуши посмотрите сколько много серьги подвески украшения на любой вкус друзья это не золото так что не думайте если вам будут в три дорога продавать не покупайте это все стоит очень дешево 50 рупий 100 рупий ну и так далее здесь вот на любой вкус на любой кошелек на любой цвет это вся бижутерия продается здесь дешево но есть люди которые продают ее за границей за бешеные деньги и если вы хотите вы можете тоже себе такой бизнес организовать по эту сторону посмотрите мангу хочешь купить а мир хочет спросить сколько стоит потому что мангу сейчас уже у нас сезон и цены должны быть дешевые этот вид дошери здесь 70 рупий стоит за килограмм иди дальше 70 рупий это дорого потому что сейчас мангу стоит 60 рупий 50 рупий это другой вид лангра сколько стоит 80 руки представляете друзья этот мальчик нас обманывает он нам завышает цены здесь вот опять такая же такой же вид мангу и вот мангу еще это у нас два вида это вот мангу называется лангра а сколько стоит полтора килограмма за 100 рупий продает а это дошери сколько стоит 60 70 рупий за килограмм но дошери почему-то дорого и вот опять лангра это вкусная мангу 80 рупий за килограмм ну вообще этот рынок очень дорогой около нас дома продается дешевая мангу за 50 60 рупий можете купить там он режет ананасы вот здесь переходим дорогу без светофоров это индия друзья переходите на свой страх и риск вот об тут продают ананас если хотите она сколько стоит маленькие ананасы спелые стоят 100 рупий посмотрите они вот такие вот а эти ай а эти стоит 120 они побольше но на мой взгляд вот эти вот более спелые по цвету он при вас их чистит режет и упаковывает может быть один возьмем такой ну вот сейчас наверное давайте возьмем возьмем один ананас нет нам не надо резать мы не будем мы резаны брать не будем потому что лучше порезать дома и здесь как бы еще коронавирус ходит дома порежем вот но уже ароматно вы стоите такой прям запах ананасов вкусно все зрелые спелые все мы взяли один ананас будем дома кушать вечером а вот посмотрите целая тележка с бананами едет друзья я вам хочу сказать если у вас есть совсем зеленые бананы вы их можете пожарить как чипсы это у вас будут картофельные но банановые чипсы очень вкусно друзья спасибо большое за то что были с нами а мы сейчас поедем домой а попробуем конечно же ананасы а вы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках пока пока